Приветствую всех на своем канале, с вами социальный психолог, психолог-консультант в направлении позитивной психотерапии Анна Кашина. Рано или поздно у каждого родителя наступает такой период, когда возрослевшие дети становятся самостоятельными и покидают родной дом, покидают родные пенаты. Там, где раньше у нас звучал смех, была какая-то радость, веселье, вдруг наступает пустота, тишина. И многие родители в этот период могут переживать кризис расставания с ребенком, либо у него есть еще одно название – синдром опустевшего гнезда. Почему синдром опустевшего гнезда? Потому что наша семья – это такое некое гнездышко, которое мы в течение своей жизни вьем, наши птенчики с нами живут, взрослеют, но потом птенчики вырастают в птичек, вылетают и наше гнездо пустеет. И для многих родителей этот период может быть очень переломным. В этот период родители могут испытывать чувство тоски, чувство ненужности, особенно очень тяжело могут переживать эти периоды мамы, потому что они очень долгое время исполняли вот эту социальную роль матери, они участвовали в жизни ребенка, они могли контролировать эту жизнь, они могли знать, что с ним происходит. И вот когда ребенок вырастает, уходит из семьи, у мамы освобождается вот это много очень времени, появляется свобода, и вот эта свобода, она может восприниматься именно как катастрофа. То есть мама не готова к этой свободе, и маме может казаться, что время проходит бессмысленно, что время тянется долго, ничего в жизни не происходит. И как любой кризис, кризис расставания с ребенком, он сужает сознание, и родители могут не видеть тех перспектив, которые дает уход ребенка из семьи, да, то есть как может поменяться жизнь. И вот мамы, ну или родители в целом, ну чаще всего все-таки мамы, для того, чтобы заполнить вот эту вот свою пустоту, чтобы вот справиться с этим чувством ненужности, начинают активно вмешиваться в жизнь своих детей, стараются дать им какие-то советы житейские, да, при том, что ребенок не обязательно эти советы просил, могут стараться уберечь их от ошибок, да, которые особенно, которые когда-то они совершали. То есть вот им кажется, мамам, что они проявляют такую заботу, любовь к ребенку, но на самом деле это может выглядеть как и являться даже, да, для ребенка именно как психологическим таким давлением, насилием. Очень многие мамы, ну и папы тоже могут, но это в моей практике я это реже встречала, проявлять, допустим, какие-то манипуляции, да, для ребенка, что вот им звонить, плакать, говорить, что им плохо, всяческими манипулятивными способами сделать так, чтобы ребенок чаще приезжал. И вот эти вот все способы мама хочет проявить заботу, мама хочет решить свою проблему, да, чтобы у нее не было ощущений ненужности. Но на самом деле это все больше и больше отдаляет детей от вас. Они могут стремиться либо вообще исключить общение, либо минимизировать это общение. Если мама или родители там, или папа, или оба родителя используют манипуляцию, особенно манипуляция тяжела на чувстве вины, дети также могут стремиться общение с родителями сократить. И родители чувствуют, что общение сокращается, и это еще больше их гоняет в кризисное состояние. Какие же родители наиболее подвержены вот этому кризису, этому синдрому опустевшего гнезда? Кто наиболее может остро его ощущать? Ну, сюда относятся, допустим, могут относиться, не обязательно относятся, а могут относиться родители, которые воспитывают своего ребенка одни, да, ну, допустим, мама одна воспитывала ребенка, или папа воспитывал один. То есть они могут быть подвержены этому кризису. Родители, которые полностью посвятили жизнь своему ребенку. Ну, допустим, мама не занималась никакой работой, то есть она видела свое предназначение в семье, в воспитании ребенка, полностью была вся жизнь ее вокруг ребенка, ребенок был центром внимания, это те мамы, это у которых с ребенком такое прямо слияние происходит очень сильное, это те мамы, ну, еще раз повторюсь, папы реже, но такое тоже мы не будем исключать, это те мамы, которые говорили, у нас сегодня тренировка, у нас завтра контрольная, то есть, да, когда нету я, и есть мой сын или моя дочь, а есть мы. Таким родителям тоже, такие родители, они тоже подвержены кризисному состоянию в случае, когда ребенок уже покидает семью. Гиперконтролирующий родитель, делаю акцент именно на гиперконтролирующем, потому что контроль за своим ребенком, если он в пределах допустимого, в пределах, так скажем, без перегибания палки он должен быть, вот. Гиперконтролирующий родитель тоже может погрузиться в кризис расставания с ребенком, у него, у таких родителей, как правило, есть нормальная своя жизнь, у них есть своя профессиональная деятельность, но также у них есть и наличие высокого уровня личностной тревоги, которая и вызывает вот это гиперконтроль, то есть, постоянное, на что с ребенком происходит, постоянное внимание к тому, как он живет. Родитель с четкой жизненной установкой, сначала я вкладываюсь в ребенка, я ращу его для того, чтобы он мне подал в старости стакан воды, вот, то есть, таким родителям тоже тяжело, вот, то есть, такая эгоистичная позиция, они тоже могут погрузаться в кризис, поскольку ребенок вырастает, уезжает, а родитель его растил для себя, для того, чтобы потом ребенок становился для него родителем, да, такой мама для мамы, или там сын папа для папы, таким родителям тоже бывает очень сложно пережить расставание со своим ребенком. Зачастую в кризис расставания с ребенком попадают именно те родители, у которых есть фрустрированные потребности с детства, например, во внимании, в заботе, то есть, когда их дети, они вырастают, они становятся родителями, начинают воспитывать своих детей, им может казаться, что их потребности, фрустрированные вот эти с детства, они удовлетворяются, таким родителям может сказать, что вот, все, ребенок их любит, вот они все полностью погружены в семью, все, как только ребенок вырастает, все возвращается на круги своя, то есть, вот эти фрустрированные потребности, они опять занимают ведущую позицию. Еще хочется отметить такой момент, дети всегда находятся в центре семейных отношений, и когда они вырастают, уезжают, уходят из семьи, супруги остаются наедине с друг с другом, и если в семье были выстроены изначально доверительные отношения, если отношения в семье не были построены только вокруг ребенка, в таком случае супруги в момент кризиса расставания со своими детьми, они становятся опорой друг для друга. Если же в семье все было построено, уже давно были нарушены отношения между супругом и супругой, и все строилось только на воспитании ребенка, все было только вокруг ребенка, ребенок вырастает, уезжает, такие супруги, у них не остается ничего общего, да, то есть, ребенок уехал, а у них уже отношения нарушены, и, конечно, здесь на кризис расставания с ребенком еще накладывается, может, кризис отношений. Эти два момента, очень важных, которые я обозначила, в первую очередь, фрустрированные потребности родителей, своих детских потребностей во внимании, в заботе, которую они реализуют через ребенка, и кризис отношений в семье, вот эти два важных момента – это предпосылки для работы с психологом. Если вот эти два важных момента, они для вас не актуальны, они для вас никак не откликаются, но вы чувствуете, что эмоционально тяжело на данный момент переносите расставание со своим ребенком, переместите свой фокус внимания с тоски на то, что у вас появилась масса возможностей для самореализации. Попробуйте вспомнить, может быть, что-то далеко там юности, да, когда ваши детки еще были маленькие, у вас были какие-то увлечения, или вы какие-то свои возможности, желания развиваться в каком-то направлении отложили, да, закрыли эту дверь для себя. Сейчас есть самое отличное время для того, чтобы все эти двери открыть, для того, чтобы начать заниматься тем хобби, от той работы, возможно, которой вы откладывали. В этот период, когда дети взрослеют, уходят уже из родной семьи, в этот период очень многие родители рассматривают для себя возможность открыть свое какое-то дело, либо видят для себя перспективы в карьерном росте, в своей деятельности. То есть, вспомните вот тот момент, когда вот вы были еще со своими детками, и вот наступал летний период, дети уезжали либо к бабушкам, либо уезжали в лагерь, да, то есть вы оставались вдвоем с супругом дома, без детей, ваша же жизнь не заканчивалась на этом. То есть вы в этот период, пока ребенка нету, либо делали те дела, которые вы не могли, да, по определенным причинам не хватало времени их переделать, либо вы начинали с супругом больше проводить времени вместе, посещать какие-то мероприятия, концерты, кафе, там, просто прогулки, да, то есть посвящали себя друг другу. То есть ваша жизнь не заканчивалась в тот период, когда ребенок отдыхал где-то там у бабушки. То есть перенесите это на настоящий период жизни. То есть посвятите себя именно тем делам, которым вы не могли ранее себя посвящать. Заполняйте эту пустоту. То есть отнеситесь к уходу ребенка не как трагедия, а как к своим возможностям наконец-то пожить так, как вы бы хотели, да, то есть заполнить эту пустоту. И, конечно же, уважайте право своих детей на собственную жизнь. Уважайте их право совершать ошибки, да, строить жизнь как они хотят. Наша задача как родителей поддерживать своих детей. То есть где бы ваш ребенок не находился, он должен знать, что у него есть то место, в которое он может вернуться, где его всегда примут, где его поддержат, где его не осудят. То есть вот в этом самая главная задача. Когда ребенок это чувствует, он это знает, ему хочется возвращаться к родителям, ему хочется строить общение со своими родителями. Уход детей воспринимается легче, когда у родителей есть собственное наполненное содержание жизни, есть свои цели, планы, свои интересы, есть теплые отношения внутри семьи, есть теплые отношения с окружающими, с друзьями, есть своя любимая профессия, есть свое любимое хобби. А на сегодня у меня все. Если у вас есть желание обсудить свои вопросы в рамках индивидуальной психологической консультации, вы можете записаться на нее через телеграм или через группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании под видео. Есть также ссылки на меня в описании канала. И до новых встреч!